На какой свет переходить дорогу и что такое зебра? Со скольки лет можно ездить на велосипеде и как выглядит знак стоп? Эти и другие вопросы были заданы учащимся начальной школы номер 6 сотрудниками ГАИ в ходе профилактического занятия, чтобы дорога стала другом. Дружные ответы детей говорили об одном. В этом учебном заведении изучению правил дорожного движения уделяется особое внимание. Одной из основных задач, которая стоит перед учреждением образования, это задача сохранения жизни и здоровья детей. И, конечно, одним из направлений в решении этой задачи является работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма детей. Наша основная задача – научить детей быть осторожными на дороге, быть внимательными, быть готовыми к стрессовым ситуациям и не позволить причинить и нанести вред своему здоровью. За 4 месяца текущего года на территории Брестской области с участием детей зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых 2 ребенка погибло и 16 получили ранения. В двух авариях травм получили двое детей-пассажиров. Этих дорожно-транспортных происшествий можно было избежать, если бы родители использовали средства пассивной защиты. Основное нарушение родителей – это когда они перевозят, находясь на заднем пассажирском сидении, детей на руках, не пристегнутые ремнем безопасности. На сегодняшний день 25% ДТП с участием детей составляют именно дети-пассажиры. Поэтому это наша с вами общая забота и задача – сделать так, чтобы детки наши как можно меньше страдали в дорожно-транспортных происшествиях. Веселая игра на знания правил дорожного движения настолько увлекла детей, что они с нетерпением ожидали каждого вопроса, проверяя самих себя, готовы ли они дать правильный ответ. А у некоторых ребят багаж знаний по ПДД даже пополнился. Нет сомнений, что на дороге, особенно в период летних каникул, знакомство с новыми сведениями им обязательно пригодится. Что сегодня ты узнал о правилах дорожного движения? Что детям с 14 лет можно ехать на велосипеде по проезжей части. Я сегодня узнала, что нельзя в таком возрасте сидеть впереди. Что нужно делать? Где сидеть? На заднем сидении. Что нужно делать с задним сидением? Пристегнуться или сидеть на детском сидении. Если светофор не работает, то просто надо посмотреть по сторонам, направо и налево, и тогда можно идти. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, телекомпания Бук-ТВ.